Пишем одну физиологическую фишку, которую я хотел с вами поделиться не только с ребятами, кто придет на 9 сезон, но и со всеми, кто не будет на 9 сезоне дальше. Смотрите, в чем эта фишка. Фишка эта заключается в том, что вот здесь у нас эмоция страха. И есть одна эмоция, которая способна вытеснить страх. Как вам кажется, какая эмоция, а я не буду включать чат Херстлин, какая эмоция способна вытеснить страх? Наверняка сейчас все говорят гнев. Отчасти да, но не полностью. Эмоция страха, вот здесь, может быть вытеснена эмоцией страха. Объяснить? Объясняю. Если вы хотите справиться со своим неврозом, если вы хотите научиться нашим третьим, четвертым и пятым пунктам, где вы будете анализировать, как вы создаете эмоции в жизни, которые привели вас изначально к этому по вот этой схеме и учиться разрабатывать все это с помощью гибкости. А гибкость наш главный ресурс, и весь девятый сезон мы будем чем заниматься? Разрабатывать гибкость. Как к этому прийти? Вот у вас есть страх, да? Смотрите. Вот у вас есть страх. Например, страх потерять сознание, страх умереть, страх обоссаться во время паники, страх какой-то ошибки, страх начинающих новых действий, страх принять решение с мужчиной и женщиной, страх принять решение на работе. У кого есть такая хуйня? У нас у всех она есть, да? У меня тоже это есть, я живой человек. У нас есть вот эти страхи. Как с ними справиться? С ними можно справиться, как показывают последние исследования и работы, и моя в том числе, мой опыт, это с помощью еще одного страха. Это страх в квадрате, сука. Что за страх в квадрате? Кто догадается? Вы должны здесь написать, что, сука, с вами будет, если вы вот это не сделаете. Что с тобой будет, если ты по-прежнему будешь избегать работы по упражнениям, о которых мы будем говорить и даже ты знаешь? Что с тобой будет, если ты не будешь работать над собой и научиться когнитивной гибкости? Что с тобой будет, сука, с твоей жизнью, если ты не возьмешь себя в руки и не начнешь действовать в облучении психотерапии, в облучении эмоциональной гибкости и так далее? И если твой страх, с кем ты, сука, будешь просыпаться каждое утро, если ты не начнешь тут действовать? Какая будет твоя личная профессиональная жизнь и карьера, если ты не начнешь действовать? И если этот страх станет высоким, ты удивишься, как у тебя вырастет внутренняя мотивация, чтобы начать это делать. А у вас в подавляющем большинстве случаев нету вот этого, потому что у вас есть какая-то возможность этого не делать. Можно как-то бабришка подкинуть кто-то, где-то родители помогут, где-то еще кто-то поможет, где-то как-то потерпится, где-то как-то избегаться будет, да? Можно же просто взять такси и поехать на работу, нахуй мне в метро спускаться, там же столько дискомфорта. Если бы я был на вашем месте, я бы сказал себе, я буду ездить в метро каждый день, хоть у меня в Маевах стоит под подъездом, я буду ездить каждый, сука, день на метро до тех пор, пока я не справлюсь с этим. Потому что для меня самое страшное это быть зависимым от этого, для меня самое страшное это быть ограниченным, для меня самое страшное это быть проиграть самому себе. И если даже у меня есть Маевах под подъездом, я все равно буду ездить на метро, пока я с этим не справлюсь, потому что это страшно для меня с этим не справиться. Хотя я могу сесть на байбах и меня доставить до подъезда моего офиса, и я туда войду. Вот это понятно? А вы что делаете? Вы придумываете отмазки перед самим собой, которые дают вам возможность не делать. Вам недостаточно страшно за последствия вашей гнилой, блядь, сока жизни, если вы это оставите. Вас потому что все устраивает. Но такое у вас муж вас все устраивает, но такое у вас личное отношение, у вас все устраивает. Но такая у вас зарплата, вы даже не можете 4 тысячи заработать на вашу терапию. О чем говорить? Вас все устраивает. Вам должно стать страшно от того, что будет, если вы не начнете делать упражнения с паникой, с агорафобией. Если вы не начнете работать над собой, поэтому в четверг я жду только, сука, тех, кому, блядь, действительно стало страшно за то, что будет с их жизнью личной и профессиональной, если они не начнут это делать. Я никого не призываю, я не буду вам всем наперегонки отлизывать и отсасывать, чтобы вы меня слушали. Я просто поделюсь 10 занятий той информацией, которая помогла огромному количеству людей. От списка Forbes до сука школьников. Но если вы будете себя обманывать, тогда идите живите с родителями до конца ваших дней. Если вы будете себя обманывать, зарабатывайте свои 15 тысяч в месяц до конца ваших дней. И не жалуйтесь тогда о том, что вам как-то вегидативно плохо. Да, у тебя может быть ситуация в прошлом, которая не дает тебе спокойно жить. Я тебя прекрасно понимаю. У меня тоже был развод у родителей очень непростой, меня гнобили в школе все мое детство. У меня тоже в настоящем было много реакций. И я тоже переживал за будущее, особенно когда уходил с позиции директора по маркетингу. И когда я уходил работать с вами по скайпу за 330 рублей, и все говорили, ты что, ебанулся совсем? Мне тоже было страшно. И мне тоже казалось, что нет выходов. И мне тоже казалось, что у меня инфаркт буквально завтра случится. И мне тоже было неприятно. Но я могу с вами поделиться тем внутренним ресурсом, который даст вам сухо силы испугаться так, чтобы начнете ебашить. И ебашить в банальном состоянии так, чтобы любой страх, который касается, а вдруг это, а вдруг то, как полететь в самолете? Тебе должно стать настолько невыносимо, тошно от того, что ты просидишь в своем суке ухосранске до конца твоих дней, что это должно поднять твою пыльную жопу. Со словами Алексея, давайте с этим поработаем, потому что я заебалась уже сидеть дома. Вот тогда у тебя появится внутренний ресурс это делать. А если ты скажешь, ну ничего, посижу в своей деревне всю жизнь, ничего, у меня агорофобия, ха-ха-ха. Все ребята, которые справились с агорофобией, сегодня летают, путешествуют, передвигаются, потому что они этого хотели, они заебались это терпеть. И если ты хочешь себя обманывать, а все это касается развитой инфантильности, со словами, ой, не так плохо, ой, не так плохо, но на самом деле родители тебе помогают, муж тебе помогает, вся семья выстроила себе зону комфорта вместе с тобой, и все хорошо, просто тебе там плохо, ты такой профессиональный, больной. Вам должно, вот вам про мотивацию, вам должно стать страшнее от того, что у вас нету. И обидно. Да, вам здесь будет страшно. Да, вам здесь будет привычно некомфортно. Но если вы не скажете себе, что да, возможно, мне будет некомфортно завтра пойти одной на улицу и прожить эту привычку себя пугать, но вы не насилуете свой организм со словами «я проживу приступ». Вы не насилуете себя за словами «терпи, Люда, терпи». Когда это закончится, когда это закончится, что же, сука, Красиков, ты что, ебануться, мне так плохо, так плохо. Мама, я не хочу больше этого. Вы что, мою дочку насилуете? Ёб, вашу мать, Зина. Если твоя дочь считает, что у нее на улице возникает какая-то приступообразная проблема, это проблема интеллекта вашей дочери. Потому что ни один организм не видит, где ты находишься. Вы просто испытываете привычку себя пугать, и вам страшно, потому что вы убеждены, что с вами что-то происходит. Ничего, кроме страха в ваших мыслях, «А вдруг я сойду с ума, а вдруг я сойду с ума». Ничего, кроме мыслей и страха с вами не происходит. И единственное, что вам надо, это это понять. И взять себя в руки и сказать «Заебало!». Пускай я буду думать об этом сколько угодно, и пускай я буду испытывать вегетатику сколько угодно, мне должно стать очень страшно от того, что я никогда не полечу, не познакомлюсь, не смогу поехать, не смогу пойти, не смогу добиться, заработать, сесть в красивую машину, переселиться в красивый дом, родить интересных детей, жить в хорошей семье и кайфовать в жизни. Я не знаю, сука, сколько мне отмерено жить. Я не знаю, и никто не знает. Но я точно знаю, что это отрезок конечный. Тут мы родились, тут мы умрем. Это стопроцентный факт, можете даже не сомневаться в принципе. Но я знаю одно, что какой-то человек из вас выберет прожить это, блядь, сука, вот так, а какой-то человек выберет это прожить вот так. Вот и все, вот и ваш выбор. У нас нет задачи не умирать, у нас нет задачи не ошибаться, у нас нет задачи не совершать каких-то поступков, у нас нет задачи, что она скажет вот здесь. У нас есть задача, как мы этот путь пройдем. И если вы хотите пройти этот путь имбецила, потому что вам кажется, что ваша тахикардийка 130 это многовато, тогда флаг вам сука в руки, барабан на шее, нахуй вы не нужны на 9 сезоне. А если вы хотите в будущем путешествовать, ездить, помогать своим родственникам, и чтобы вы собой гордились, прежде всего перед самим собой, потому что главная победа – это работа над собой и победа над собой, тогда добро пожаловать. И вам должно быть страшно от моей речи, что будет, если вы не возьмете себя в руки и не начнете над собой работать. Это все, что я хотел вам сказать на первом годном занятии сегодня. Это все, что вам надо сейчас понять о том, что такое работа над собой. Вы живете в иллюзии. И эту иллюзию мы можем исправить. Поэтому решать вам нету задачи не умереть. Спасибо, ребят, я вижу ваш чат. Нету задачи не ошибиться. Сейчас я выключу, потому что может не поменять. Нету задачи не умереть. Нету задачи не ошибиться. Нету задачи не упасть в грязь лицом. Нету задачи не быть уволенным. Нету задачи не потерять близкого человека. Нету задачи такой. Есть задача, как мы этот путь пройдем, когда мы с этим столкнемся. Мы все с вами родились, мы все с вами умрем. И на пути этом у нас будет много разных обстоятельств. Много-много-много разных обстоятельств. И не стоит, ведь их не было. Наша задача — пройти сквозь эти обстоятельства, набираясь опыта. И я очень надеюсь, что после смерти нас ждет еще раз вот этот процесс. Я очень на это надеюсь. Я не знаю, как оно будет, но я очень надеюсь, что это выглядит примерно... И если эта концепция верна, вам будет очень стыдно вот здесь, а вы будете разбирать, как вы проебланили все возможности. просто потому, что вам где-то стало себя жалко, где-то вы не могли принять решение. Конечно, вы привыкли думать определенным образом. Вы привыкли тащить из прошлого, и вы привыкли драматизировать будущее. Давайте научимся это не делать. И проживем отрезок жизни так, как мы бы хотели. С ошибками, с обидами, дискомфортами, неприятностями, взлетами, падениями. Но проживем его так, чтобы потом нам было... И пускай мы потерпим где-то неудачи, и здесь нас постигнет какое-нибудь разочарование в чем-нибудь, но вот этот отрезок мы пройдем так, что мы скажем, «Да, это было круто. Я справился с самым главным, с самим собой, со своими страхами, со своими привычками. И если даже нам суждено умереть, нам не должно быть стыдно за тот отрезок, который мы делаем перед самим собой. Потому что больше всего стыда, больше всего стыда у нас возникает перед самим собой, когда мы перед собой спасали, нам больше всего стыдно. Когда мы проиграли сильному сопернику, нам не стыдно. Когда мы подчинились обстоятельствам, нам не стыдно. А вот когда мы с собой не договорились, когда наше эго и наша гордость взяла власть, вот тогда нам стыдно. Вот чтобы вам не было стыдно, давайте работать. Спасибо. Я очень надеюсь, что вы запомните мои слова, и те, кто по каким-либо причинам не будут присутствовать на девятом сезоне, может быть, придут на десятый, может быть, придут еще на какой-то. Но я знаю только одно, что я могу вам попытаться дать тот объем материала, который поможет вам в жизни. Это не касается ВСД и паники. Это касается в целом вашей жизни и вашей стрессоустойчивости. Если кто-то хочет это сделать, у Павла все ссылки, в Телеграме сейчас ссылка появится, в ВКонтакте ссылка появится, до четверга у вас есть такая возможность. Следующий сезон будет первым месяце лета. После девятого сезона сразу стартуют разборы кейсов. На кейсы приходят только те, кто прошел сезон. Как вам мотивация? Мне кажется, у меня был первый такой спич мотивационный. А мне говорят, что ресурса мало. Ну не знаю, я до утра могу орать здесь сидеть. Спасибо. Пересмотрите копию, вы ее все увидите. И действуйте. Просто действуйте. Разозлитесь на себя. И испугайтесь того последствия, которого не будет. Ошибаетесь, напрягаетесь. Но действуйте. Будущее за вами. И выбор за вами. Ваших всех разиков канал Невроза Мегаполиса. Увидимся с вами в четверг в 8.00. До встречи. Всем привет с побережья Индийского океана. Я понимаю, что многие наши подписчики и многие мои зрители сейчас находятся в состоянии, когда им кажется, что ситуация безвыходная. Непонятно, что делать с мужем, непонятно, что делать с женой, непонятно, что делать с работой, с будущим и так далее. Но я хочу вам сказать, что все это преодолимо. Абсолютное большинство ситуаций, которые вам кажутся неразрешимыми, где вам кажется, что будущего нету, что у вас были лучшие годы вашей жизни, и оно прошло. Это иллюзия. Ребята, лучшие годы жизни это те, которые есть сейчас. Никогда не жалейте о том, что было или о том, что случилось. Двигайтесь всегда вперед. Все самое лучшее ждет вас только впереди. Не цепляйтесь за прошлое. Не цепляйтесь за то, к чему вы привыкли. Смело и двигайтесь вперед. И вы откроете новые горизонты. Успехов вам! Смело и двигайтесь вперед.